Приветствую вас! На момент записи моего ответа у вас было три комментария, вот, я их прочитал и с коллегами, естественно, спорить не буду, они бравы, как и правы будут те, кто напишет вам еще, вот, каждый со своей стороны, наверное, прав. Я хотел бы дать свою оценку и свое видение того, что у вас произошло. Значит, для того, чтобы вам лучше понимать суть вашей проблемы, я буду читать ваш текст и буду давать комментарии к нему. И эти комментарии помогут вам понять то направление, в котором вам можно и нужно двигаться. Итак, три месяца назад познакомилась с парнем. Живым рядом, как и казалось, дом в дом. Он приехал в командировку из Москвы, а я местная. Живым рядом, но парадокс познакомились на моей работе. Ну вот, здесь сразу такой важный момент, на мой взгляд. То, что вы познакомились на работе. Если вы знакомитесь с кем угодно на работе, и не важно, этот человек, он, как бы это сказать, не важно, этот человек ваш знакомый, не важно, этот человек местный, или живет с вами рядом, или как-то еще какая-то вот ситуация, это все не важно. Важно именно то, важно именно то, что вы познакомились с человеком на фоне коммерческой деятельности. То есть, вот коммерческая деятельность ваша, она спровоцировала то, что вы познакомились с молодым человеком. Не в результате какой-то деятельности, связанной там с вашими, ну, хобби, с вашим вот чем-то таким, да. Нет, а именно, именно, вы познакомились с ним на фоне своей деятельности, на фоне именно вот каких-то своих рабочих моментов. И это первое, почему вы познакомились с ним именно там, почему у вас до этого не было мужчины, не было знакомого, как бы не было других, грубо говоря, источников знакомств, где вы могли бы познакомиться с кем бы то ни было. Это вот, на мой взгляд, важная ситуация, да, то есть, как бы, отвечая на этот вопрос, на вопрос, почему так, и то, что вы познакомились на работе и начали общаться с ним, ну, вот, это первое такое направление. Как устроен ваш быт, как устроен досуг, как вы знакомитесь с людьми, есть ли у вас активная социальная жизнь и так далее, и так далее. Общались почти две недели в сети, так как он был в командировке. Потом пошли на свидание. Так, ну вот здесь тоже надо уточнить. Вы пишите, что он приехал в командировку из Москвы, а я местная. То есть, вы живете не в Москве, он приехал в командировку из Москвы, значит, живет он в Москве, и вы общались с ним по переписке две недели, пока он был в командировке. Где он был в командировке, что вот не очень понятно. Далее, потом пошли на свидание, а у меня давно никого не было. Вопрос, почему у вас давно никого не было? Понимаете ли вы, что вот тот факт, что у вас никого давно не было, интуитивно, инструктивно, как бы повышает вот значимость, повышает значимость мужчины в любом случае. Просто потому, что у вас никого нет. Просто потому, что вы одна. И потребность в мужчине, она больше, чем, например, могло бы быть, чем она могла бы быть, если бы у вас была ситуация, скажем так, что пусть это, например, был бы не постоянный партнер, да, а, скажем, партнер просто там для, может быть, секса, или там просто с кем бы вам было хорошо вместе, там, и так далее, и так далее. То есть вот этот аспект, его тоже надо обязательно учитывать, если вы, как бы, ну, вступаете в отношения с мужчиной и говорите, что у меня давно никого не было. Ну, это же вот как раз как раз, в этом как раз есть определенная проблема, и в этом есть, как бы, ваша субъективная особенность. Да? Вот. Дальше. Значит. У меня давно никого не было, а он такой красивый, интересный, говорит, что хочет семью, и как я ему нравлюсь, и так далее. Ну, вот, интересно получается, да, то есть у вас никого не было давно, вы его идеализируете, значит, вы его идеализируете, что, естественно, в данном случае, потому что по-другому не получается, по-другому не может быть, вот. И затем он вам, наверное, наливал вино, то есть тем, чтобы расположить вас к себе, и мне так выходило из этого флирта, это на первом-то свидании, да, парень очень понравился, нам было держаться, а я не отказывал ни в поцелуях, ни в алкоголе, ни в алкоголе. Скажем так, повела себя достаточно легко. Опять же, почему? Почему вы повели себя достаточно легко? Да потому что у вас такая потребность была. Вот была у вас потребность в том, чтобы быть мужчиной. Вот была у вас потребность в том, чтобы почувствовать себя женщиной, например, понимаете? И эту потребность вы начали в себе реализовывать. И это нормально. Нормально, что вы эту потребность реализовывали. Нормально, что вам и не хотелось отказывать ему там во флирте. Нормально, что не хотелось отказывать там ему в поцелуях и так далее. Это нормально. В данном случае это нормально. Но проблема заключается в том, что к отношениям серьезным, равноправным, личным, это никакого отношения, никакой связи не имеет. Совершенно. А вы, мы, это связали. Потому что вам и отношения нужны, и одна вы быть не хотите, скорее всего, и так далее. Значит, так как парня, я не воспринимала всерьез. Ну вот тоже интересный момент. Вы говорите, что не воспринимали его всерьез. А почему не воспринимали всерьез парня? Вот. Чем продиктованы подобные отношения? Опять же, понимаете, как это видится мне, что невосприятие всерьез парня, это своего рода защитная реакция. Потому что, если бы вы его восприняли всерьез, то это означает, что вам надо было вести себя по-другому. А если бы вы вели себя по-другому, то вы бы отказывали себе тогда своих желаний. А это не дало бы вас того, чего вам хотелось. То есть я думаю, что вы воспринимали парня? Парня всерьез. Потому что, ну, две недели вы общались в сети, на свидание пошли с ним, целовались, алкоголь пьете с мужчиной. И не воспринимали всерьез, но это, как мне видится, это просто механизм защиты. А потом у нас весьма быстро случился секс. Ну, вот здесь быстро тоже, на мой взгляд, нуждается в определенном пояснении. То есть, что есть быстро в данном случае, в вашем случае. Что есть быстро? То есть, почему быстро? Быстро это как понять, что вот на первом свидании уже случилось, так сказать. Или имеется в виду, что быстро в том плане, что по времени быстро. Я понимаю, что вы имеете в виду, но все равно надо бы это уточнить. Потому что от неверной интерпретации очень часто страдают и клиент, и, собственно, психотерапевт, психолог-психолог. А вот. Далее. Значит, случился секс. На утро я проснулась, увидела сообщение от другой девушки, но ничего не стала спрашивать. Так как все-таки знакомый не так сильно. Ну, вот, собственно, Екатерина, здесь к вам у меня будет такой вопрос. Если вы знакомый с парнем не так сильно, и ступаетесь с ним в инвентивные отношения, логично будет вас спросить, чем вы руководствуете при данном поведении. И важно, очень важно, чтобы вы были счастливы с собой в этом аспекте. Потому что, опять же, как это видится мне, да, как это видится мне, что вам заделось внимание, мучку, вам хотелось ласки, вам хотелось тепла, да, все это вы могли получить от мужчины, и поэтому к нему так стремились, поэтому ему не отказали. Но желание удовлетворить свою потребность, это не добавляет вам более серьезного и, что самое главное, безусловного восприятия человека. То есть, человек понял, что с вами хорошо проводить время. Человек понял, что вы легко соглашаетесь на секс. Человек понимает, что уже на первом свидании вы можете вступить в интимную смысле. Вы же не объясните ему, что у вас давно никого не было, это будет принижением, это будет вообще-то унижением для него, то есть, ну вот, у вас никого нет, и для вас он последний шанс, но это тоже неправильно, да? Поэтому мужчина думает, что вы просто вот такая вот легкая девочка. И все. И если только у него нет к вам огромного чувства любви, и если вы не откровенны и не близки духовно друг к другу, то это по сути обрежено только на такое вот легкое время провострения. И все. Далее, значит, он довез меня до работы, мы снова поцеловались, через день он позвонил и снова предложил встретиться. Наш роман начал развиваться, он каждый день писал, звонив, я начал обжирнуть, что влюбляют. Ну, опять же, как я понял, вы влюбляетесь не влюблялись или влюбились сейчас, на данный момент, не в человека, который есть на самом деле, а в человека, образ которого вам представляется, то есть, вот этот самый образ красивой, интересной семью хочет и так далее. Но разве человек красивый, интересный, который хочет семью, станет вступать в интимную связь с девушкой на первом свидании, ведь он хочет семью, значит, это серьезный расстрой. А самое главное, хочет ли серьезный человек вступать в отношения с девушкой, при этом даже не озаботившись, сделать так, чтобы она не увидела в его телефоне сообщение от другой, значит, у него отношения с кем-то еще. все. И как бы вот момент, что это за человек такой, который хочет семью. Как тот странный он хочет семью. Далее, значит, вы влюбляетесь в образ, в образ человека, который вы видите перед собой, который он сам создаёт для вас. Далее, мне было, все было как в сказке. Ну, Екатерина, вот не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я вам скажу, но жизнь это не сказка. И как в сказке в жизни не бывает. Поэтому если вы как в сказке, значит, рано или поздно, это закончится. Потому что это эйфория, а эйфория это иллюзия. Иллюзия того, что всё хорошо. А всё хорошо продолжительный период времени быть не может. Вот вы говорите, он меня встречал с работой, мы ездили уедем, гулять, так было около двух недель. Но были моменты, которые вызывали сомнения. Он поставил меня фотографировать, будто на память. Опять же, вопрос. А вы спрашивали его, зачем он вас фотографировал? Или он просто фотографировал вас, и вы такая, ну ладно, фотографирует, и всё, подумает, какая разница. Далее, когда отрасил помочь с машиной, я начинающий возитель, вы молодец, он действительно говорил, вот сюда будешь ставить, тут будешь ездить, никогда не было слов мысль. Ну, мне кажется, знаете, вы знаете человека 4 недели, ну вот на тот момент, тогда, да, вы общались с ним две недели по сети, и две недели, ну или даже меньше, немного, вживую. То есть, как бы, рано для слов мы не находите. Кстати, а для чего вам семья, Екатерина, вот лично вам семья, для чего? Как вы считаете, готовы вы создать семью? Вы вообще, кого вы в этой ситуации любите? Человека? То есть, вы его почти не знаете. Вы увидели в нем партнера для семьи? Окей. А зачем вам семья? Вообще, что она вам дала? Понимаете? Вот сейчас вы говорите слово мы. А зачем вам это слово? Мы это единение. Мы это обезличивание индивидуальности в союзе. То есть, вы хотите того, чтобы вас обезличили. Вы хотите снять с себя ответственность за свою жизнь. Подсознательно. Вот и вопрос. Почему? И понимаете ли вы, что в таком случае вы растворяетесь в человеке, и он перестает вас видеть как индивидуальность, начинает вас видеть в себя, а значит и начинает меньше ценить. пить. Вроде бы все было хорошо, но вот в один из дней он просто пропал. Ну, Екатерина, вот вы не пишите сколько вам лет, но это было очевидно и делом времени. Ну, мужчина, который в первый день, в первое свидание вступает в сексуальные отношения с женщиной и в это время она видит у него старшение от другой девушки, ну, это по-другому просто быть не может. Не знаю, на что вы садились, не знаю, на что вы рассчитывали. Это не особо важно, важно друг у другое. Чем продиктована ваше надеятельность, чем продиктована ваша убежденность в том, что эта ситуация должна была завершиться хорошо. Правильно. Не писал, не звонил, а я заболел. Вот ответ тоже непонятно в прямом или в переносном смысле вы написали. То есть если вы заболели, то как? Заболели вы физически или заболели вы духовно? Вы имеете ввиду, что вы начали болеть по нему? То есть вот как-то тут тоже не очень понятно. Я написал, он сидел онлайн в WhatsApp, он не отвечал, потом я выслал ему фото, где сфоткала его в неприглядном виде. Он сразу испугался и начал писать. А чего испугался-то? Что за неприглядный вещь? За чьем вы прислали ему фотографию в неприглядном виде? Понимаете ли, вы так просто пытаетесь привлечь его внимание к себе, но это же обесценивает вас. Видимо, он испугался, видимо, он от испуга продолжал писать. От какого испуга-то я что-то не понимаю. Ну, отправили вы фотку в неприглядном виде ему, ну и что дальше? Значит, так, звонить иногда, но больше не сейчас. ну, правильно, он с вами провел время, ему с вами было хорошо, все, было чувство, что он изначально знал, что это ненадолго. А вы? Екатерина, а вы как думали? Что заставляло вас считать, что это надолго? Значит, так, после нашего общения я видел его один раз, в магазине он просто махнул рукой, купил продукты и ушел. А что по вашему мнению должен был сделать? Подойти к вам, извиниться или сказать, что скучал? Что по вашему мнению он должен был сделать? А самое главное, почему он должен был сделать именно то, что вы от него ожидали? Понимаете ли вы, что ваши ожидания они продиктовали вашими желаниями? Причем желаниями изначальными, которые были еще до него. Это то, почему вас долго никого не было, почему вы одна. Далее, значит, я каждый день высматривал как идиотик его машину в окно. Зачем? Для чего? Чего вы ожидали от того, что он приедет? Готовы ли вы были принять его после такого поступка? И почему? Далее, вся эта last story длилась не больше месяца. Прошло уже более трех месяцев, видят только его машину, но я понимаю, это странно, это странно глупо. Нет, это не глупо, это проблема в том, что человек дал вам понять, что может обеспечить вам то, чего вы хотите, но при этом как бы он вам это давал, то, чего вы хотите, то, что вам нужно. Это не семья, это даже не секс, без которого вы были, это именно ощущение себя любимой, важной, ценной, ощущение себя женщиной и так далее. И весь вопрос в том, почему вы не чувствуете себя так без него. А может быть теперь вы боитесь одиночества, может быть теперь вы боитесь, что никого больше не встретите. Так, но я не могу и забыть его, хотя в моей жизни появляются другие парни, жизнь идет, но эти мысли мешают мне очень жить. Это связано с тем, что его поведение вызвало у вас определенные мысли о себе. Вполне вероятно, что вы считаете, что сделали что-то не так. Ползает вероятно, что вы просто-напросто изменили свое мнение о себе. То есть его поведение вызвало у вас определенные мысли о себе, и это поменяло ваше мнение о себе не в улучшенную сторону, и теперь вы не можете его забыть, потому что именно он может вернуть ваше мнение о себе в той форме, в какой оно было до встречи с ним. быть может, есть определенное джузо незавершенности, то есть вы до сих пор не завершили с ним отношения, не понимая до конца, почему он так себя вел. Но скорее это все-таки больше потребностная сфера, я так думал, вот, значит, я пытаюсь забыть, ходил в спортзал, работаю, ино ежедневно о нем думал, пытаться забыть не имеет смысла, потому что вы его не забыдете, я рекомендую вам не забывать, а наоборот, обратиться к тому, о чем вы думаете, и понять, что же вам нужно, что вам нужно, что вам этот человек давал, как вы себя чувствовали с ним, и почему вы так не можете чувствовать себя без него. Далее, значит, я зацикливаюсь, мне это уже мешает, мешает жить, недавно узналось, что он поменял машину на более крутую, то есть у него все супер, а я живу просто этими воспоминаниями. почему вы сравниваете себя и с ним. Вот здесь мне кажется, особенно в контексте последнего вашего предложения в тексте, что вы вообще недооцениваете себя, у вас очень явно выражена проблема с самооценкой, то есть вот как вы себя вообще воспринимаете, как вы себя вообще цените, как вы себя видите, насколько вы считаете себя достойным, потому что вот если вы пишете, что извините, если история вам показана длинной и глупой, а почему вы извиняетесь, задавая платный вопрос, почему вы извиняетесь и принижаете значение вашей проблемы, если эта проблема важна для вас, значит она важна и для нас, но если вы ее принижаете, значит вы принижаете себя, если вы принижаете себя, то вы нуждаете других людям, чтобы через них думать о себе лучше, то есть другие люди вас как бы оформляют, дополняют, а сами по себе без людей, без этого мужчины, вы чувствуете себя пустой, ненужной и никчемной, вот и вопрос, а почему вы себя такой чувствуете, почему вы сами для себя не представляете ценности, Екатерина, и как вы можете быть ценной, если вы для себя не ценный, как вы можете кого-то любить, если вы себя не любите, а вы себя не любите, потому что вы говорите, извините, история длинная и глупая, это не глупая история, она но вы так считаете, значит вы в себе сомневаетесь, если вы в себе сомневаетесь, то и другие люди тоже будут вас сомневаться, понимаете, поэтому чтобы это изменить, не зудно пытаться забыть, забыть невозможно, только разве что через гипноз, но на эмоциональном уровне у вас все будет так же, то есть просто эмоции будут беспредметны, забыть не нужно, забывать не надо, нужно просто работать над тем, чтобы понять, что человек вам давал, что человек для вас начал и почему так, почему столько и почему без него вы чувствуете себя плохо, если вы его любите, если вы его влюбили, то вы понимаете, что без вас ему лучше, раз он ушел, а вы так хотите, чтобы он к вам вернулся, значит он вам нужен для чего-то, вот и вопрос для чего, и причин тут может быть очень много, начиная от, скажем, детско-родительских отношений, и заканчивая тем, почему вы одна, и почему вы знакомитесь на работе, вместо того, чтобы ознакомиться с процессом некоммерческой деятельности, скажем так. Вот так можно ответить на ваши вопросы. И полагаю, причина она куда глубже, чем вот та, вы описываете. То есть, понимаете, вы уже были зациклены на определенных мыслях до того, как с ним встретились. У вас уже были проблемы определенного рода, потому что вы были одна. одна. И вот с тем, почему вы были одна, вам нужно работать, на мой взгляд. Ну и хотя бы самостоятельно подумайте, что вам давало этот человек, и как это можно получиться самостоятельно, и что мешало вам до встречи с ним выступать с молодыми людьми отношениями. Какие еще хобби, помимо спортзала и работы у вас могут быть? Зачем вы работаете? Зачем вы ходите в спортзал? Для чего? Приносит ли вам работу удовольствие? Приносит ли вам спортзал удовольствие? Есть ли у вас друзья? Какие у вас отношения с родителями? И так далее. Это все вместе, то есть, как бы переоценка той деятельности, которой вы занимаетесь, поможет вам понять, в том ли вообще направлении вы идете. Если вы теряете человека, этот человек уходит, это не ваш человек. А вы, если занимаетесь своей деятельностью, которая вам нравится, то вы ею оказываетесь поглощены. А у вас это не получается. Значит, либо это не ваша деятельность, которой вы занимаетесь, и вы неправильно выбрали ее, отсюда неудовлетворенность, которую вы пытаетесь удовлетворить, реализовать через молодого человека. Либо это обычное значение самого мужчины для вас. А значение, оно тоже не берется на пустом месте, значение тоже, оно чем-то обусловлено. Обусловлено именно субъективно, то бишь вами. И как оно обусловлено, ну, я думаю, вам стоит подумать. Вот так вот, постепенно, постепенно, меняя свое мышление, меняя ход своих мыслей, вы будете не забывать, а просто по-другому воспринимать то, что с вами происходит. на этом все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.